Бизнес на двоих вот так в легкой дружеской беседе. Саратовские и немецкие предприниматели обсуждали многомиллионные контракты. Представители крупнейших компаний Германии приехали на Волгу, чтобы создать совместный бизнес с местными предпринимателями. Средние немецкие предприниматели из нашей земли не знают Российскую Федерацию настолько хорошо, что он может отделить одного региона от другого. В принципе, мы сейчас рекламировали эту поездку как поездку на Волгу. Волга, это они как-то понимают, что это Россия. Ульрих Штайнерт в Саратове впервые, но что такое бизнес в России он знает лучше остальных. Его компания в нашей стране уже ведет разработку месторождений базальта и щебня в Ленинградской области и в Карелии. Мы интересуемся месторождениями, интересуемся, где можно добывать сырье. В вашей области мы хотим предложить производить камень, который используют для строительства высокопрочного асфальта. Многие саратовские предприятия уже давно не строят планы, а вплотную работают с европейцами. Например, на этом заводе производят вот такие вот пресс-формы. Половина продукции отправляется в Германию. История сотрудничества завода с Германией насчитывает уже два десятка лет. Все эти годы саратовские мастера доказывали педантичным ненцам, что они способны делать продукцию европейского качества. Порядка 23 лет поставляя детали, мы добились тех условий, что сейчас немцы не проверяют нашу продукцию, поступавшую от нас, потому что мы доказали свое высокое качество. Цена таких контактов 35 миллионов рублей. Это позволяет заводу стабильно развиваться, а немцам не тратиться на оплату труда. Ведь рабочие силы в России намного дешевле, чем в Европе. Роман Гальперин, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова